расскажите когда болит голова и как на час мы провели правку позвоночника всего как это проводилось вы уже знаете там у нас видео уже переваливать за 300 штук вот сейчас мы ставим иглы для того чтобы подобраться к шее значит не крутится сейчас жену покажи расскажите что у вас изменилось еще пока вы ставим да я вам говорила что я погода не могу с ванной вылазить у меня не сгибались ноги а теперь же чтоб я делала соли солевую ванну и стала как настоящая ноги подогнула согнулись ноги и встала и вообще стала правая нога у меня вся вот эта сторона правая нога она у меня как бы заклинивая была сейчас она у меня может двигаться теперь у меня был огромный спазм на спине от лопатки и до самого ника теперь он опустился вот только спазм на позвоночнике здесь дальше выше как бы нет получается у нас второй раз и вы были на банках и вы были на банках ну да муж первая значит насчет этих игл тоже иглы у нас это отдельная процедура я рассказываю пациентам то есть можно прийти на иглы но это уже отдельный момент отдельное время то есть нет такого что вы пришли на правку а вот и банки ставят иглы сюда кучу но естественно это разные вещи вот потому что люди смотрят и думают что тут сразу все делается за одну за 200 тысяч и их тут сразу получается все процедуры что у нас есть решаются правка стоит 2 500 иглы стоит иглы стоит 2 а баночный массаж стоит под полторы по акции и огненный массаж стоит две тысячи рублей также вот это все тоже будет показываться я имею до огненный массаж потому что приятно такое ощущение даем про обращение да очень быстро значит еще момент хочу сказать по поводу боли я об этом очень часто говорю уж у меня вам простите все вот может быть очень больно мы решаем вопросы причем вопросы очень быстро поэтому этот вопрос старайтесь не задавать больно или не больно эффективно а больно потерпите не хочется терпеть тогда терпите всю жизнь да вот что еще сказать это больно ну больно ну и чушу больно но это не больно бывает моменты больно потому что бывают запущены вот вам когда делали преврат вам было больно правка не но было больно вы отказалась током да вот мы сразу же проверили до крестец и сарай на место поэтому да может быть больно ну и что теперь правильно вы говорите если не хотите терпеть боли тогда терпите боль всю жизнь вот то есть мы тут я повторяю не сюсюкаемся с пациентами мы решаем вопросы вот до конца шишки убираем да вот это все поэтому я не могу тут все си муси разводите чтобы шишки сами проходили исчезали вот не надо разводим но это да меня никакого очень жалко а да сколько вы собиранели болит шея ой эта голова от шея не посчитать для а чего раньше не явились на прием Там одна писала комментарий, вы, может, видели. Говорит, хороший костоправ себя не будут рекламировать. Читали, да? Читали? Вот. Нет, правильно, потому что я уже два года, я просто вообще уже чуть ли не рачки помню. Нет, а может быть, я не хороший костоправ, поэтому рекламируем себя. Вот. По крайней мере, она эти корову дует, я ее руку подаю, она встает. Это было. Было. Сейчас я стараюсь ей подать руку, она, я сама. С одного. Мне Артем Витальевич руку подаст, он меня спасает. Я чуть не договорил, поэтому кто считает, что мы показываем видео, и хорошие костоправы себя не рекламируют, то, пожалуйста, можно искать другого костоправа, который хороший. Слушай, ну я говорю, как оно есть, потому что, ну вот опять, это маленький процент людей, которые пишут вот такие вещи. Поэтому у них... Ну не было. А ну, а я не хочу, чтобы они были. Поэтому... Ну а что у нас... Это... Не шевелите шейки. Я смотрела, как вы седу все вставили. 73 иглы. Вот тут точно, ежик. А сейчас? Так. Ну больше 30. Чуть-чуть. Может, 32 ориентировочно. Да? 25. А, я с двух сторон уже увеличил. Вот этот вопрос сейчас решается у нас с шеей. Значит, насчет теперь дальнейшей процедуры. Вам на банке надо. Мужу не надо. Потому что у мужа сейчас работают иглы. У нас нормально, когда мы правку делаем и чередуем. Либо иглы ставим, либо банки. Вот. Но когда люди приезжают из-за века, они хотят все. Это не надо. Потому что это перегруз системы идет. Да. Ну, нет. Вам и делали, как момент это, да? Это вам прошло... Как этим... А, ну, в смысле, понятно. Вы поняли. Волосом. Да. Потому что некоторые вещи я не мог пробить руками. И у нас было время. Поэтому вам это было. А так, я говорю, это две родные процедуры. Можно сразу после правки записываться на иглы. Либо на банки. Значит, на банке не надо, мне надо, да? Да. А мне в банке только скину или ноги тоже? Можно и там, и там. А что? Просто так и делай. У нас банок хватает. Очень много. Да? Чтобы не все здесь стараться. А есть когда? Угу. Да. Сейчас пойти. Еще же поправиться, нет? Не, мы сейчас поправим вас. Правку сейчас сделаем. Это после правки. Это понятно, что правка будет справа. Потом это. Вот. И мы будем еще показывать много видео с огненным массажем. Вот. С огненным массажем, как это работает. То есть эффект тоже моментальный. А что он в школу? Хороший вопрос. Во-первых, он убирает все напряжения внутренние. У человека нервная система разгружается. Он перестает быть бешеным. Он спокойный. Он не на людей не кидается. Спокойно себя ведет адекватно. Он как-то с психотерапетом. Да. Он как бы, я говорю, это не мистика. Энергия у человека сразу разгружается. Все меняется очень быстро. Вот. Как оно вжет или как ощущение. Мы уже видел. Вы лежали, я видела. Да. Мам, я что-то бесплатно ему куда хочу лежать. Ну, хочется спать после этого. Хочется спать. Ну, оно не вжет, да? Смотрите, оно чуть-чуть начинает жечь, как вот прогревать. Если слишком вжет, мы поднимаем полотенчик. Там два, ой, три слоя полотенец. То есть, оно именно вот тоже волной пробивает. Нет такого шучка. Жжет и жарится. Нам жарить не надо людей. Правильно? А то что там? Вот потом жареные. Сырые. Да. Психика разгружается. Нервная система, вот это все приходит в норму. Энергия меняется. То есть, если брать пример спортсмена, вот когда каменные мышцы, все каменные. С одного сеанса после огненного массажа он начинает быть вообще мягким. То есть, массажист будет работать там часа полтора-два, и то, если он справится с этим. Тут только шик и все. Понятно? И гуси прилетели. Все. Так. Нормально все. А вот массаж, Африк Витальевич, что вы на массаж не творите? Массаж надо ходить же лечебный. Тот, который вот за три месяца учится, они могут тут лечебный массаж делать? Ну, тоже вопрос, очень мне ваш понравился. Во-первых, у них нет полномочий. Лечебный массаж может делать только медицинский работник. Но не обязательно он должен быть высшее образование, он должен быть медсестра, медбрат, но с разрешением. А три месяца это курсы. Три месяца это курсы, понимаете? То есть, человек может делать такие-то моменты, просто погладить, поцеловать и все. Расслабляющие. Да, расслабляющие. Ну, легкие, да. А лечебные? Я что-то не вижу. А лечебные, это получается другая вещь. Поэтому это должно быть разрешение, это должно быть, но человек должен понимать, что он делает. Вот. Поэтому тут должно быть все умно и дозировано. Вот уже мы делаем, это заменяет очень многие курсы массажей по длительности, потому что пробивает волна. И, ну, вы сразу по себе видите, сколько вы даже мучились, как бы совершаются вопросы. Не всегда можно человеку решить вопрос любой, потому что бывает, но по большей мере вопрос решается быстро. Так, сейчас снимаем банку забыл сейчас. Вот так вот. Некоторые люди пишут интересные комментарии, да? Нет, я смотрю в основном, как вы работаете. Комментарии тоже, просто я раньше на них отвечал, сейчас они, ну, просто людям, когда скучно, они пишут всякие вопросы, которые непонятные для науки. Ну, вот так вот. Жет? Начинает. Ну, нам нужно хорошо делать. А вот теперь шейка, покрутите, пожалуйста, как вам хочется. То дым, сюда дым, то дым, сюда дым, и что изменилось? Хруст, то что хруст. Хруст остался. Да, это вот солевое отложение. Мне сейчас интересует не хруст, потому что его невозможно убрать моментально, ежесекундно. А как поворачивается, как двигается, как себя чувствует мозг? Нормально. Сейчас болит. Нормально. Просто болит. Уже хорошо будет чем заняться. Нам оно опащите шейку. Как жире мягкое уже все. Ну-ка, сейчас. Что не сделаешь? Нормально. Нормально. Прошло? Да. А. Все нормально. Спасибо. Пока посидите. Тут удары, когда были. Вот эти вот точки, которые, эти, аж маленькие капельки крови появились. Но это удар пробивает волной. Покажалось Агену. Маленький вот. А волна пробивает. Поэтому это лишь момент испазма. И, конечно, ничего. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Спасибо. Во благо.